Депутаты Государственной Думы Российской Федерации готовятся к принятию крайне непопулярных законов, одним из которых является дизайн пенсионной системы. Новую пенсионную формулу уже одобрило правительство Дмитрия Медведева. С ней каждый может ознакомиться на сайте пенсионного фонда. Также там есть уникальный пенсионный калькулятор, где каждый сможет рассчитать будущую пенсию. Цель новой пенсионной реформы – сэкономить российский бюджет. Дело в том, что дефицит пенсионного фонда – сумма с 12 нулями. Кроме того, новая пенсионная реформа должна заставить россиян больше работать. Во-первых, минимальный стаж, с которым можно выйти на пенсию, возрастет с 5 до 15 лет. Во-вторых, в новой формуле появились новые стимулы. Если, например, мужчина решил выйти на заслуженный отдых не в 60, а в 65 лет, то его пенсия будет в полтора раза выше нормы. 10 лет сверх нормы удвоят доход. Главное – дожить. Я думаю, что будут проработаны определенные механизмы правительством, с помощью которых будет регламентирован целевой размер пенсионного фонда, к которому государство будет стремиться, и для достижения которого оно будет проводить реформы. Сейчас от каждого трудоспособного гражданина требуют заключить договор обязательного пенсионного страхования. В этом документе указывается, кому он доверяет свои накопления – государственной компании или частному пенсионному фонду. Однако больше половины экономически активных россиян это требование просто проигнорировали. Ожидается, что новые пенсионные правила в России будут обсуждаться долго и вступят в силу не раньше, чем через два года.